Девушки отдыхают Что стало этому причиной? Расскажем, как водитель Митсубиси совершил чуть больше, чем за час, 4 аварии, в трех из которых пострадали люди. Состояние шока. Я не понимал, что происходит. Я тормоз нажимаю и не могу оттормозиться. Почему он скрылся с места ДТП? А также старт слушания – дело о гибели 41-летней женщины после распития спиртных напитков. Когда я на то заседание шел, у меня другое настроение было. Это и не только. Прямо сейчас. О водителе Мерседеса, потерявшем сознание прямо за рулем на улице Декабристов в Казани, сообщили в автоинспекцию очевидцы. Автомобиль остановился посреди проезжей части прямо на пешеходном переходе, не задев ни пешеходов, ни другие автомобили. При этом водитель то не подавал признаков жизни, то дергался и кричал. Привезти его в чувство врачи скорой помощи не могли около часа. Не помогал даже нашатырь. То, что жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, по крайней мере в тот момент врачи поняли сразу. Его состояние объяснили воздействием неизвестных веществ. Привезти в чувство 31-летнего водителя внедорожника не могли очень долго. Не помогали ни громкие разговоры, ни тряска, ни даже нашатырь. Скорую помощь и автоинспекцию позвонили очевидцы. Сообщили, что водитель Мерседеса ведет себя неадекватно. Решили, что человеку стало плохо, поэтому он и остановился посреди проезжей части. Плохо ему стало примерно через час, когда мужчина немного пришел в себя. Ты мне, смотри, нормально отошел? Да-да-да, нормальный, командир. Отвидится немного. Ну, нормально мне, нормально. Как тебя зовут? Эл-Чин. Эл-Чин, что с тобой случилось? Холодная, командир. Он рассказал, что ехал домой, когда потерял над собой контроль. Плохо мне. Опа. Плохо час так бывает? Ну. Прямо во время движения просто? Прямо. Когда мужчина стал осознавать происходящее, ему предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме. Водитель согласился. Паров спирта в выдыхаемом воздухе алкотестер не выявил. Чтобы определить, какое вещество стало причиной плохого самочувствия мужчины, ему предложили проехать в больницу на медицинское освидетельствование. В больницу поедете? Слышали, понятые? В больницу не поедет. За отказ от медицинского освидетельствования мужчине теперь грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Автомобиль отправился на штрафстоянку. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева. Вызов 112. Четыре аварии, в трех из которых пострадали люди, за один вечер совершил 40-летний водитель Митсубиси Паджеро в Казани. Со всех мест ДТП он скрылся. Номера автомобиля запомнили и очевидцы аварий. Они были зафиксированными камерами видеонаблюдения. Найти мужчину труда не составило. После всего он приехал домой, где его и задержали. Он был совершенно трезв. Водитель Шевроле АВО только потом осознал, что произошло. Рассказывает, двигался по Краснококшайской. На перекрестке с Боруди остановился на красный сигнал светофора. Только тронулся и машина сама стала набирать скорость. Я вот на стопоре затронулся, ехал, ехал и чувствую удар сзади. И он начинает изгоняться. То есть он как-то на скорости ехал. Протащил меня. Не знаю, от перекресток хочется повсюду. Он успел увидеть, как уезжает светлый Митсубиси Паджеро. Номера не запомнил. Но тут на помощь пришли очевидцы. Свидетели только поездку, сходили автомобиль и номера. Пока он на стопоре там встал. Рассказал, что этот автомобиль купил в декабре минувшего года. Ездить старался аккуратно. Что с машиной делать сейчас, не представляет. Посмотрим, как получится. Как оценивать, что дальше. Ради автомобиля даже не поехал в больницу. В момент аварии получил ушибы и растяжения. Вызвал скорую помощь. Врачи предлагали госпитализацию. Но он решил дождаться автоинспекторов на месте происшествия. Я сказал, что у меня поясница болит, что я болит. Машину уберу отсюда. Потом уже поехал туда. Молодой человек надеялся, что водители внедорожника автоинспекторы смогут найти. Сообщил им вероятные номера автомобиля. И даже отыскал в округе камеры наблюдения. Тут камера вот висит. Вот по ним. Можно как-нибудь на нее выйти, нет? Вскоре выяснилось, что за полчаса до этого похожий автомобиль на улице Зиреклес бил 25-летнюю девушку и также вскрылся с места происшествия. Пострадавшую также отпустили из травмпункта. А через 20 минут после столкновения с Шевроле на улице Залесное он же врезался и в Ки-Рио, которую от удара отбросило на Киа Спектра. В этой аварии пострадали 42-летняя пассажирка Киа. Позже он совершил еще одну аварию в поселке Константиновка. Автоинспекторы нашли его дома. Мужчина был трезв, но ни родственники, ни сотрудники ГИБДД не могли назвать его поведение адекватным. Рассказали, что у него помутился рассудок, поэтому он и потерял над собой контроль. Чем обернется для водителя эта поездка, будет зависеть от диагноза, который ему поставят медики. Ранья Абдрахманова, Дарья Кореева, Вызов 112. 54-летняя женщина призналась в убийстве своего младшего брата. Мужчине был 51 год. Трагедия произошла в Апастовском районе. Как установили следователи, женщина, будучи в нетрезвом состоянии, поругалась с родственником и схватилась за нож. Один удар в грудь оказался роковым. Мужчина скончался через считанные минуты. После этого родственники вызвали на место экстренные службы. Женщина свою вину признала. Следователи обратились в суд для избирания меры пресечения обвиняемой. Суд отправил ее на два месяца в следственный изолятор. Вытолкнул женщину в подъезд. При этом она ударилась головой от полученных травм. Позже скончалась в больнице. В причинении ей смерти по неосторожности обвиняют 35-летнего Эльмира Валиулина. Следствие установило, что они с компанией распивали спиртные напитки в одной из квартир дома на Адаратского. 41-летняя женщина в состоянии опьянения стала вести себя неадекватно. Ее пытались выпроводить, но когда слова перестали на нее действовать, подсудимый решил применить силу. Это и было роковым решением. Потерпевший ударил с головой, упал на пол и получил смертельные травмы. Я вообще не звонил, я вообще не это. Я вошел, я даже не звонил. Как следует сказал, тебе давал ума нахуй. 35-летний Эмир Валиули находится под подпиской о невыезде. Перед началом судебного заседания он пытался просить прощения у потерпевшего. Им признан отец погибшей женщины. Однако мужчина даже не захотел разговаривать с тем, кого считает виновным в смерти дочери. Когда я на то заседание шел, у меня другое настроение было. Прошлое заседание перенесли. Подсудимый на него не явился, но сегодня ему зачитали обвинительное заключение. При необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, в том числе и в связи с тем, что Мураша находился в состоянии сильного алкоголевого обвинения. Из-за тем, что имел нарушенную координацию движения, неполную способность принять устойчивую позу, быструю потерю равновесия и дезориентацию пространства. Таким образом, отношение Валиулина к причинению Сашкова Родозарова Рашида и ее смерть ухарактеризуются неосторожной формой вины в ряде пренебрежения. Таким образом, Валиулина совершил преступление, предусмотренную частью 1 статьи 109 УК РФ, а именно причинение смерти по неосторожности. Свою вину подсудимый полностью признал. Трагедия произошла 21 июня в квартире одного из домов на улице Одорадского в Казани. Как установили следователи, компания распивала спиртные напитки в 20-й квартире. Женщина перепила, и тогда ее решили выгнать. На замечание она не реагировала, и тогда подсудимый толкнул ее в спину. Изначально она ударилась об дверную ручку, а затем упала на пол. Тогда и получила серьезную травму. На допросе подсудимый признался, видел, что женщина ударилась и упала на пол. Они с хозяином квартиры вывели ее в подъезд, посадили в лифт. Думали, что она просто уснула от количества выпитого и закрыли дверь. Ее окровавленную позже обнаружили соседи, они вызвали скорую помощь. Хозяин квартиры рассказывать об обстоятельствах гибели женщины отказался. Это в вашей квартире было? Нет, это не в моей квартире зона. Отец погибшей признался, с дочерью общался редко, считал ее поведение девиантным. Жила у друзей, нигде не работала и не хотела. Часто и много пила. По этой причине 7 лет назад он забрал у нее тогда еще трехлетнего сына, своего внука. И добился, чтобы ее саму лишили родительских прав. Но после сообщения, что дочь больницы, сразу помчался туда. Гематом удалили, но ее вместо другой гематом пришла. И состояние очень критическое, тяжелое. И в любой момент она может, не приходя в сознание, умереть. Около 12 часов мне позвонили с реанимации и сказали, что дочь скончалась. И я с таким известием пошел на операцию. На похороны не пошел из-за прооперированного позвоночника. Женщину хоронили его супруга и друзья. Сегодня на заседании успели выслушать только потерпевшего. На следующем планируют приступить к допросу свидетелей обвинения. Нафиса Миязова, Данил Филатов, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Аделина Зарифова. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.